Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Национальное собрание Западной Армении в рамках предвыборной кампании приглашает принять участие в седьмой конференции Zoom на армянском языке. Конференция состоится 20 апреля 2023 года в 20.00 по парижскому времени и в 22.00 по ереванскому времени. Приглашение будет отправлено по электронной почте 110 кандидатам. Тема встречи – предпосылки признания Республики Западной Армении. Вице-президент Ассоциации армянских ветеранов и единомышленников Анна Кас, министр иностранных дел Республики Западной Армении Лидия Маркусян, депутат парламента Республики Западной Армении Ингрид Мехчан приглашает принять участие в церемонии поминовения жертв геноцида армян, организованной Национальным советом Западной Армении. Встретимся в понедельник, 21 апреля 2023 года в 11.00 у памятника, посвященному геноциду армян. Адрес – Антонин Понсет, Леон, Франция. Уроженцы Западной Армении – Ван Карташан. Ван Карташан жил в Соединенных Штатах, всегда действовал во имя независимости Армении. Во имя независимой армянской государственности развернул единоличную лоббистскую деятельность в Соединенных Штатах. Карташан родился в 1883 году в Кесарии, нынешний город Кайсири. Затем переехал в Соединенные Штаты и женился на американке. Поступил в юридическую школу Ельского университета, где и начал писать. После окончания учебы начал работать в посольстве Османской империи Вашингтона. Однако вскоре узнает, что мать и сестра стали жертвами геноцида против армян. Пользуясь должностным положением, пытался тайно предупредить людей о грядущих зверствах. Узнав об этом, турецкий посол уволил Карташана. Ван Карташан создал Американский комитет по независимости Армении и лоббировал правящие круги Соединенных Штатов в пользу независимости Армении. В комиссию вошли многие признанные американцы, помогая донести проблемы до высших эшелонов американской власти. Даже после того, как Армения провозгласила свою независимость в 1918 году, Карташан продолжал лоббировать, чтобы гарантировать распространение американского мандата на Армению и армянские провинции после падения Османской империи. Считала, что это позволило бы предотвратить будущую российскую и турецкую атаку. В результате нападения турецкой армии во главе с Мустафой Кемальдом с запада русская армия с севера Армении отступила и была вынуждена принять советское господство, войдя в состав новосозданного государства. До конца жизни Карташан продолжал служить во имя независимой Армении. Американский комитет независимости Армении стал основой продолжающейся по сей день лоббистской деятельности следующих поколений американских армян, впоследствии превратившись в одну из самых влиятельных армянских организаций Америки, известную как Армянский национальный комитет Армерики. Армянская идентичность, армянские сироты. Насильственная исламизация и тюркизирование детей немусульманских народов имеют глубокие корни в Османской империи. Факты доказывают, что эта политика применялась вплоть до падения Османской империи. Подходящими мишенями для вероотступничества всегда считались дети, исламизировать которых в раннем возрасте можно было легче стереть в их памяти еще не сформировавшееся национальное и региозное самосознание. Именно по этой логике действовал широко распространенный в Османской империи институт сбора детей, который также назывался «Налог на кровь». Во время сбора детей из немусульманского населения империи собирали маленьких мальчиков, которым было дано религиозное и военное образование, и именно из них были сформированы янычарские полки. В годы геноцида против армян были зафиксированы многочисленные случаи массовой исламизации армянских детей государства и мусульманским обществом. При этом между государством и обществом, по сути, было соглашение, основанное на взаимных интересах. Любитель армян и гуманист Фритьев Нансен, касаясь вопроса насильственной смены вероисповедания армян, отмечает, количество людей, принявших ислам и сделавших обряд обрезания, было огромным. Многим детьми занимались власти. В годы погромов армян насильственная исламизация и ассимиляция армянских детей осуществлялась на двух уровнях государством и широким слоем общества. Полная статья доступна на нашем сайте. Героическое село Тех Последние дни в центре внимания находится село Тех Горийского района, которое после последней войны оказалось на армяно-азербайджанской границе. Мало кому известно, что это село на протяжении своей истории имело героические страницы. За время своего существования здесь почти не заселилось турецкое население. Село Тех упоминается в связи с пожертвованием, согласно которому царица Сюника Шан Дух в 988 году, подписав документ, дарит село Татевскому монастырю. В позднем средневековье село Тех было резиденцией Меликов. Это село было родиной одного из видных представителей региона Мелика Бархудара. По сей день в селе сохранился Меликский особняк, который построен на его сыном. Село также богато историко-культурными памятниками. Среди них каменный замок и мавзолей, датируемые вторым первым тысячелетиям до нашей эры. Церковь Сурб-Геворг 4-5 века, церковь Срек, датируемая 5-6 веком, церковь Кот-Рац, датируемая 14-15 веком, кладбище 10-20 века, хачкар 10-17 века, замки 17-19 век, жилые дома 14-18 века, датируемые разными веками мосты, мельницы, родники, маслодавильни и прочие. В Ереванском центре Текиан 17 апреля состоялась фотовыставка журналистов-фотографа Зоураба Еркуяна, древняя Арцах, осуществленная при содействии фонда Центр Текиан. Мероприятие сопровождалось военно-патриотическими песнями Арсена Амбаряна и этнографическими танцами в исполнении ассамбля Беккор под руководством Арутюна Пагдасаряна. Как сообщает корреспондент Арцах Пресс, на выставке присутствовал руководитель Офиса культурного союза Текиан Рубен Мирзаханян, директор дипломатической школы Армении Баге Габриэлян, археолог Гамлет Петрусян, историки, а также кашатакцы и гадрубцы, для которых фотовыставка была возможностью мысленно поселить родные места. Авторитетное издание «Опера Вайр» опубликовало именно 10 самых известных звезд оперного искусства, среди которых фигурирует сопрано Джулиана Григориан. Осенью 2022 года медиаплатформа и интернет опубликовал фотографии армянской певицы, удостоившейся первого приза на конкурсе «Опера Леа» в Рижском национальном оперном театре в конце октября. Летом прошлого года в Варшаве на международном конкурсе имени Станислава Монюшка певица удостоилась грамм-при среди 112 певцов из 28 стран. Певица сообщила, что получила приглашение из театра, в том числе из Рима, Тюриха, Мюнкина. Напомним, что певица в 2019 году, включенная в молодежную оперную программу Национального академического театра оперы и балета имени Спиндиаряна, выступила в программе в Ереване Степанакерти и Шуши с оркестром филармонии Гастролилова в Чехии и Италии. Сопрано примет участие в спектакле Джорджакка «Русалка» в Миланском театре Ла Скала. Далее состоится выступление с пражским филармоническим оркестром, за которым последует выступление на Базельском фестивале в Швейцарии. И в заключении новостей послушаем музыкальное произведение. «Русалка» «Русалка» Субтитры создавал DimaTorzok